Добрый день, церковь. Так рада, что здесь несколько людей есть. Добрый день, церковь. Сегодня хотела поговорить с вами про благочестие. Но сначала мы должны задать вопрос, что такое благочестие? Если я не ищу удовлетворить себя, но я отдала себя Богу, мы можем назвать это освященной жизнью. Но мы все еще несовершенны. Но мы стараемся, насколько можем слушать, исследовать воли Божьей. И благочестие должно стать привычкой в нашей жизни. Но что же такое привычка? Привычка — это то, что мы делаем без того, чтобы задумываться об этом. Это то, что контролирует нас. Много лет назад меня контролировал шоколад. Но я имею в виду абсолютно контролировал меня. Если была какая-то проблема, я бежала к шоколаду. И через какое-то время я сказала Господу, это нехорошо. И сказала, что я не буду кушать шоколад три месяца. Это легко сказать. Но намного сложнее это исполнить. И так мне было довольно тяжело. Добавь меня в микрофон, пожалуйста, чтобы было слышно мне здесь. Вообще ничего не слышу. Конкретно. Я буду поститься на шоколад за души. И первый день поста я скушал шоколад. И Дух Святой наполнил меня. И я пошла к помойке. И выплюнула. Я сказала, Господь, нет. Ты должен меня контролировать. Не шоколад. Шоколад была привычкой. Это то, что я делала, когда плохо себя чувствовала. Когда меня кто-то огорчал, я бежал к шоколаду. И в том году Бог послал меня в Южную Африку. Я не знала, что Господь от меня в это время хотел. Но Господь дал мне место Писания. Он пошлет мне людей, которые не искали меня. Он пошлет мне людей, которые не искали меня. Когда я пробыла там один месяц, к Богу пришло сто человек. Сто человек отдали свою жизнь Христу. Потому что я отдала себя Богу. И я видела награду. Любая привычка забирает нас от того, что хочет для нас Бог. Не важно, видите ли вы мою привычку или нет. У некоторых привычка как бы поворачиваясь шеей или рукой, они не могут ничего с этим сделать. Мы это видим. Но про привычку о шоколаде вы же этого не знали. Но она все еще контролировала мою жизнь. Бог сказал мне, что есть семь вещей, которыми я должна сделать как привычку. Одна, я могу заменить свою шоколад на молитву. Каждый раз, когда я волнуюсь, я молюсь. И моя молитва моя жизнь моя жизнь молитвы будет уважать Бога, почитать Бога. Давайте прочитаем Марка 1, 35. Утром встав весьма рано. Вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним. И найдя его, говорят ему, все ищут тебя. У Иисуса была привычка исчезать, чтобы быть наедине с Отцом. Это очень хорошая привычка. Потому что желание быть с Богом, чувствовать Его великолепную силу, это молитва. не потому, что я в чем-то нуждаюсь, но потому, что я хочу Его. И если я могу последовать за Иисусом, нужно сделать молитву привычкой, я буду благочестивый, я буду слышать, что говорит Бог. Однажды ученики пришли к Иисусу и сказали, как мы читаем в Луке 11, стих 1. Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников Своих. Если мы не привыкли разговаривать с Богом, можно просто по привычке что-то говорить. Но когда это становится привычкой, мы хотим это делать больше и больше. Это такое благословение сидеть в присутствии Бога. И ученики Иисуса поняли, что у Иисуса было особенное соединение с Богом. Это довольно просто. Если вы не молитесь, вы не можете вести благочестивую жизнь. и вы будете просто следовать своим каким-то другим привычкам. Сегодня, даже если я очень переживаю, шоколад — это не то, к чему я сразу бегу. Это звучит довольно смешно и глупо, но это не то. Все, что контролирует вас и меня, становится момент, когда мы не можем это контролировать. потому что мы становимся рабами этой привычки. Даже если у меня есть 10 кусков шоколада дома, плиток, и есть проблема, я предпочитаю молиться, потому что шоколад мне не поможет. никогда не помогал. Наоборот, пустота внутри вырастала, то есть становилась больше. Мы не можем полагаться на наше образование, наши способности или таланты. Единственное, на кого мы можем полагаться, это Бог. Это Иисус. И если я ложусь спать и собираюсь заснуть, мне нужно встать. Мне нужно быть готовой, готовой встретиться с Иисусом, встать на колени и ждать Его. Я могу говорить с Ним. Все, что я делаю в молитве, это то, что Бог совершает. Это не моя заслуга. Все, что я пытаюсь делать, обычно не работает. Но я провожу время с Богом, и Он совершает вещи. Вторая привычка, которую мы можем иметь, это доверие Богу. С шоколадом. Я на это полагалась, доверяла этому. Я полагалась, что шоколад решит проблему. Но мне нужно доверять Богу. В 102-м псалме 19-й стих Господь на небесах поставил Свой престол. И Царство Его всем обладает. Если мы подумаем об этом, Бог на небесах. Он контролирует всю Вселенную. Я думаю, что Он единственный, кому можно доверять. Он единственный, у которого есть вся власть. Ничто и никто другой помочь мне не может. Это дает нам твердое основание. И если я позволю Ему войти в мою жизнь, и я верю, доверяю Богу, я могу задать вопрос, где же доверие в моей духовной жизни? Это мое доверие все еще на Бога, или оно же поменялось обратно, вернулось к шоколаду? В притчах 3, стих 5. Надейся на Господа всем сердцем Твоим и не полагайся на разум Твой. Во всех путях Твоих познавай Его и Он направит стези Твои. Чем больше мы доверяем Богу, становится легче. И вещи сами собой приходят к решению, мы даже не знаем, как это происходит. В 36-м псалме Давид написал, «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». В 3-м стихе «уповай на Господа и делай добро». Живи на земле и храни истину. И если я доверяю Богу, я буду сохранен, даже если у нас есть корона. Господь говорит, что я буду сохранен здесь, в той земле, в которой Он меня поставил. Мы должны доверять все Богу. И Он поможет. Он разрешит проблемы такими путями, которыми мы даже себе представить не можем. Итак, у нас есть выбор. Мы можем выбрать беспокоиться, есть шоколад. Или же можем довериться Богу. В жизни благочестивой мы должны отойти от беспокойства и войти в доверие Богу. Если мы беспокоимся, мы на самом деле не верим Богу. Это очень просто. Если я все время беспокоюсь, и я говорю, что я доверяю Богу, на самом деле я вообще не доверяю Богу. Только тогда, когда беспокойство внутри меня приходит к Богу и говорит, помоги мне. Может быть, я еще переживаю, но я знаю, что Бог совершил, разрешит проблему. Только тогда, когда мы полностью доверяем Богу, мы можем иметь близкие отношения с Ним. Потому что тогда Он говорит с нами. Мне не нужно знакомить себя с Богом, потому что Он знает, кто мы. Он знает. Если я хочу жить благочестиво, в моей жизни должна быть привычка доверять Богу. Следующее — это размышление. Размышление о Божьем Слове. В 62-м псалме Давид пишет, «Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты — моя помощь. И в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя. Десница Твоя поддерживает меня». Что же такое размышление? В английском слове — это медитация. Неужели это просто освободить свою ум от всего? Нет. Это означает, что я читаю Слово Божье. Я размышляю об этом. Я начинаю искать внутри себя, внутри своего сердца. Это ли то, что говорит Бог? Это для меня? Или это я говорю? Я могу задать Вам вопросы. И я сдаюсь Ему. И я размышляю над этим. И так я думаю о Боге все время. В ночи. Днем. Что же это размышление делает? Это как, например, посмотреть в зеркало. Но когда Вы смотрите в зеркало, нужно видеть дальше самих себя. И тогда мы можем увидеть, что говорит Бог. И мы можем видеть более того, и можем увидеть Бога. И наш разум тогда не заражен всякими беспокойствами. В 118-м Псалме Давид пишет, «Утверди стопы мои в Слове Твоем». Если я не читаю Слово Божье, если я не размышляю о Нем, если я не проверяю, испытываю свое собственное сердце, как же Бог может направлять мои стопы? Я же не буду знать, что Он говорит. Итак, мы отделяем ли мы время в своей жизни для Иисуса? В то время, когда только я с Иисусом наедине. Я не думаю о всех остальных делах, которые у меня есть. Это как включатель, который вы можете отключить. Скажите, Иисус, не важно, что сейчас происходит, но это время для Тебя отделено. Я хочу быть с Тобой. Я хочу слышать, что Ты говоришь. И тогда Бог может нас вести. И чем больше мы это делаем, тем больше мы хотим быть с Богом. Чем больше мы подходим и ничего не просим. Мы просто учимся ждать. Быть в Его присутствии. Размышляя о Его Слове. Четвертая привычка – это послушание Богу. В Терзаконе 27, стих 10. Итак, слушай глаза Господа Бога Твоего и исполняй все заповеди Его и постановления Его, которые заповедуют Тебе сегодня. Если мы послушны Богу, мы ходим на другом уровне. Это более высокий уровень жизни. Это не значит, что мы лучше, чем другие люди. Это значит, что у меня есть выбор предпочитаю быть с Иисусом, чем ходить путями этого мира. Если у нас есть привычка молиться, доверять Богу и размышлять о Его Слове, мы можем задать вопрос. Мы будем ли тогда послушными детьми Божьими? Да. Потому что мы будем делать то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Но что же является в вашей жизни самой большой угрозой послушанию Богу? Вещи, которые происходят в нашей жизни. Может быть, проблема с родственником. Может быть, у нас нет что кушать. У нас может быть проблема, потому что нам негде остановиться. Но действительно ли это причина, по которой мы не проводим время с Богом? Нам нужно сделать выбор. Ни одна привычка, которая у меня есть, не должна удержать меня от послушания Богу. Не важно, что происходит в моей жизни и вокруг меня, если я доверяю Богу. Он все совершит и разрешит. И все это возможно, если только у нас есть молитвенная жизнь. Доверяя Богу и размышляя Его слове. и в конце всего сказать, сегодня я сделал выбор быть послушным Богу. Я знаю, что это непросто. Сегодня особенно это совсем непросто. но если это становится нашей привычкой, нам даже не нужно об этом задумываться. Нам просто нужно знать, что нам делать. Нам нужно довериться Богу. Пятое — это зависимость от Духа Святого. Что же это значит? Это значит, что мы отдаем свою жизнь. И мы ждем Духа Святого. Войди во внутренность мою и веди нас, направляй, помогай, сделать для нас путь. Потому что иногда мы не знаем, направо или налево поворачиваться. Но если в нас есть Дух Святой, это становится просто, потому что Он будет показывать. Ефесянам 5 глава. Слово Божие говорит, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И вот почему. Если мы ходим с Духом Святым, у нас есть покой, и мы знаем, что делать. в 20-м стихе «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». И 21-й стих для меня очень интересный. Да, написано в предыдущем стихе «Благодаряйте за все Бога». Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Если мы действительно позволим Духу Святому работать внутри нас, становится легко любить тех, кто вокруг, потому что мы доверяем Богу. Мы на Него уповаем. И это даже происходит тогда, когда не так легко любить людей. Я пытаюсь всегда думать, любит ли Иисус этого человека? Обычно ответ — да. Я тоже должна любить этого человека, потому что я не люблю Бога. не из-за человека, но потому что я люблю Бога. Мы должны продолжать двигаться с Духом Святым, потому что Дух Святой будет показывать нам, как совершать дела. И Дух Святой будет давать нам силы и учить нас что Бог хочет, чтобы мы делали. Есть люди, которые приходят ко мне и говорят, я не знаю Божью волю для меня. Я знаю, что я должна сделать что-то, должен сделать что-то. Прежде нужно пойти к Богу. Найди Его присутствие. И Он покажет тебе, что делать. Это действительно довольно просто. Иногда это выглядит тяжело. Как я услышу Бога? Но если Дух Святой внутри вас, Он поможет. И я буду знать. Я не буду переживать. Хотел поделиться с вами свидетельством. Несколько лет назад Господь направил меня в Южную Африку пять раз на протяжении одного года. И для меня это было легко знать, Бог ли хочет, чтобы я поехал или нет. Потому что если у меня были деньги, чтобы заплатить за билет, я знала, что Бог хочет, чтобы я поехал. Для меня это было легко. Но в последний раз в этом году у меня были деньги в банке, чтобы заплатить за билет. Но в сердце я говорил, я чувствую, что я не должна идти в этот раз, ехать. Я думаю, чувствую, что я должна остаться здесь. Я ожидала Бога, я ожидала. И ничего не слышала. Я сказал, да, Господь, мне нужно заказывать билет. Как я узнаю, должна я ехать или нет? И я сказал, Господь, ты так хорошо меня знаешь. Просто не скажи мне просто «да» или «нет». Я не буду знать, как поступать. И в одно утро я сидела дома. И Писание, которое Бог открыл для меня, то, которое я вам раньше зачитала, Он посылает меня к людям, которые не ищут меня. И в этот раз я проехала по Южной Африке. Господь повел меня в Кейп-таун и Юханнесбург. Я поехала в центр страны. И в разные места, в которые я обычно не ездил. И в аэропорту я встретила кого, того, кого давно не встречал и не видела. И они спросили, могла бы ли ты к нам приехать завтра, говорить с нами? Где вы живете? Это для меня было сюрпризом, как Бог это совершил. Это было одно из самых замечательных периодов времени, когда Бог посылал людей ко мне, о которых я даже никогда не слышала. Это только потому, потому что я ожидала, чтобы Бог ответил да или нет. И это одно из тех времен, на которые я сейчас оглядываюсь назад. Когда в то время, когда я чувствовала, что я ничего не знала, но Бог знает все. И Он может совершить. Потому что Дух Святой запечатляет нас. Он ведет нас. Если мы ожидаем Его, Он возьмет нас за руку. И Он поможет нам стоять на правильном пути. Это тот мир и покой, который мы можем иметь. Следующая привычка — это давать Богу и другим. Евангелие от Луки 6, 38. «Давайте, и дастся вам мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отцыплет вам в лоно ваше». Ибо какую меру вы мерите, такую же отмерится и вам. Мы интересны, потому что Библия направляет нас к 10%. Если у меня есть 10 фунтов, то очень легко отдать один паунд. И некоторые говорят, это так мало, я даже не думаю, что это нужно давать. Но что я научилась, чему научилась я, это не то количество, которое я даю, мое отношение, когда я это делаю. Когда дети еще жили со мной. Когда у нас было такие интересные путешествия вокруг. В один момент у нас было приблизительно около 5 фунтов, если так сравнить. И нам нужно было платить за жилье. Это все, что было на руках у меня, 5 фунтов. В своем сердце я должна была, почувствовала, что в своем сердце я должна поговорить с детьми и сделать их частью этого чуда. Я забрала их после школы. И в машине я сказала им, у нас есть 5 фунтов. Мы сегодня не можем заплатить за здание, за аренду. Но я могу 5 фунтов положить, чтобы было бензина в машине. Чтобы могла бы опять возить вас в школу завтра и послезавтра. Но я чувствую в моем сердце, что мне Бог говорит, что я должна отдать эти деньги тому, кто действительно нуждается в нем. Я знаю, что 5 фунтов это ничто. Но может быть, есть тот, кто нуждается именно в этом количестве, 5 фунтов, чтобы сделать то, что действительно в чем они нуждаются. И мои дети говорят, да, но может быть так, может быть не так. И я говорю, давайте спросим у Бога. И мы решили, что да, мы это отдадим кому-то. Мы не решили, кому мы отдадим. Это было где-то в 2 часа дня. И в тот день, в тот вечер у нас был разбор Писания. И в конце этого общения, разбор Писания, кто-то дал мне конверт. И я просто положила его в сумку. Спасибо, поблагодарила. Но когда я открыла, там было ровно тысяча фунтов в этом конверте. Как то, сколько мне нужно было заплатить за жилье. Я научилась. Это не количество, которое я даю. Я могу сказать точно, я так много всего дала. но сердце. Мои дети до сих пор не верят, как такое могло произойти, но Бог говорит, что Он восполнит нам. Если у нас будет привычка давать деньги, давать наше время, делать все, что Дух Святой просит нас, Господь позаботится, чтобы мы ни в чем не нуждались. и еще одно свидетельство хотелось бы поделиться с вами. В марте прошлого года, когда начался локдаун, одна из женщин, которая умерла год назад, в понедельник, в последний понедельник в марте в прошлом году, это было интересное время в моей жизни. У меня не было денег заплатить за жилье. И я говорю про 2020 год, про прошлый год. Я сказал Господу, окей, я доверяла Тебе в Южной Африке, я буду доверять Тебе здесь. Я действительно не знаю, что делать. Это Твоя проблема. Потому что я буду молиться. И последний понедельник до локдауна к нам пришли адвокаты, той женщине, которая умерла год назад. И они дали мне чек. Эта женщина оставила у меня наследство пять тысяч фунтов. была ли заплачена моя аренда? Да. Бог решил ли мою проблему? Да. Да, и больше, чем на один месяц. Но только потому, что я научилась. Шоколад не работает. Но молитва работает. Доверять Богу работает. И последнее, это прощение. Я знаю, что иногда очень тяжело прощать. Но что научил меня Бог, что прощение это не для тебя, это для меня. Потому что освобождает меня. Это помогает мне видеть Бога. И я могу делать то, что Он поручает мне делать. Была ли у вас когда-то ситуация, что вы любили кого-то и доверяли кому-то? Настолько. И этот человек предал вас. Я скажу вам, нелегко простить. Это очень тяжело. Представьте себе, Иисус, один из Его ближайших друзей предал Его за деньги. Что же я делаю? Могу ли я простить тех, кто предал меня? Или же я возьму деньги? Не работает. Только когда я приму решение, то и вместо моей привычки шоколада я поменял это на привычку молитвы, на привычку доверять Богу, размышлять о Его Слове, быть послушны Ему, доверять Духу Святому. Давать Богу свободно и прощать всех, потому что я избираю быть свободной. Моя драгоценная церковь, я очень вас всех люблю и моя молитва за вас что любая привычка в вашей жизни изменит изменится на одну из этих, на эти семь привычек. Потому что вместе с Богом и Духом Святым нашим драгоценным Иисусом мы можем служить Богу. Аминь. Аминь. Спасибо, Марта. Я думаю, что Марта поделилась с нами хорошими привычками, да? И показала, насколько хорошие привычки результаты хорошие дают. но есть и плохие привычки и они дают плохие результаты. Я немножечко скажу о плохих привычках. Вы, наверное, все услышали, что хорошо иметь привычку молиться все время, правда? Вместо того, чтобы прибегать к чему-то, что, кажется, тебя расслабляет, иметь привычкой молиться. Но вы знаете, как плохо иметь молитву саму по себе привычной. И по привычке молиться одно и то же. Оно принесет очень плохие результаты. Это мертвая молитва. То есть, хорошо иметь молитву привычкой, но плохо иметь привычную молитву. И еще хочу сказать, в наше время есть очень страшная привычка, которая сейчас охватывает церковь. Не могу сказать только нашу. Церкви. Это сейчас проблема церквей. Потому что человек привык сидеть у компьютера. и по зуму получать все, что хочет. Сижу ноги парю и слушаю. А вот проповедуйте. Это такая страшная привычка, что некоторые не хотят приходить в церковь. А зачем? Я могу дома сидеть спокойно, включить зум, делать что угодно и слушать это отношение к Богу. Вы понимаете? Вот эта страшная привычка, это отношение к Богу. Человек расслабляется. Сейчас очень опасно вот такую привычку получить. Я знаю, что многие пастыра уже плачут, уже страдают. Они не могут вернуть народ, даже когда открыта церковь. Скажите, разве неудобно в пятницу, к примеру, прийти сюда и посидеть, послушать. Дорога туда, дорога обратно. Я дома включил. Никто меня не видит, я спокойно. Послушаю. Что-то услышал, что-то не услышал. Вы понимаете, это привычка. Но это страшная привычка. Она тоже принесет результат. Но только очень плохие. Вы знаете, что один брат наш поставил на Фейсбук очень интересный рисунок. И там нарисовано, что пришли на небо и говорят, что впустите нас. А ангел спрашивает, зачем я должен тебя впустить. Ну как же? Я же все время говорю, по компьютеру, по зуму, слушал церковь. Они говорят, ну ладно, иди в ад, мы тебе включим зум. Будешь смотреть рай по зуму. То есть, нужно иметь хорошие привычки, но не плохие. И не обманывайтесь другими привычками, не обманывайтесь. Живое общение с Богом надо иметь. и даже когда вы научитесь и привыкнете молиться и утром, и вечером, и днем. Пусть ваши молитвы будут всегда живыми. Всегда, как первый раз. Всегда, как на свидание влюбленных. Всегда, ища его лица. И тогда вы будете живыми христианами, знающими Бога. И главное, он будет знать вас. И никогда не скажет, я никогда не знал вас. Аминь. Спасибо, Марте, за хорошее слово и свидетельство. Мы увидели живого Бога, правда, через ее жизнь. Давайте помолимся. Наш Господь, мы благодарны Тебе за все. Ты всячески призываешь нам к живому общению нас. Помоги, Господи, никогда не отвлечься. Никогда не иметь плохих привычек, чтобы они не обладали нами, не оттягивали от Тебя. Дай нам жажду, стремление, горение. Дай нам ревность по Тебе. Аминь. Аминь. Слава Богу. Дай нам ревность. Спасибо. Спасибо. Дай нам ревность. Спасибо. Дай нам ревность. Спасибо.